Финансовые пирамиды Финансовых пирамид не является ни хорошим, ни плохим. Это всего лишь инструмент, основанный на системе частичного резервирования. Будет от этого инструмента польза или вред полностью, зависит от того, кто и с какими намерениями его использует. Точно так же, как и топор, является лишь инструментом. И этот инструмент может быть одинаково полезен, если использовать его во благо. Например, для того, чтобы рубить дрова. И так же вреден, если с его помощью грабить бедных бабушек. Исследования австрийской школы экономики убедительно показывают, что этот инструмент частичного резервирования, если его применять на полностью свободном от регулирования рынке, не вредит. И даже наоборот, способствует росту производства и процветанию общества. Но, к сожалению, сейчас мы далеки от свободного рынка. Поэтому по-настоящему полезные проекты, которые создают процветание общества, могут оказаться вне закона. И наоборот, системы, которые открыто вредят людям, подсаживая их на кредитную иглу, создавая инфляцию и обесценивая деньги, могут быть вполне законными. Вы когда-нибудь задумывались, как создаются деньги в нашей мировой финансовой системе? Или вот еще другой вопрос. Что производят финансовые пирамиды? Что является ценным конечным продуктом их деятельности? Очень интересно, что одним из фактов, которые мастерски скрывают от взора обычных людей, является то, что в сегодняшнем мире деньги создаются финансовыми пирамидами. Любая финансовая пирамида создает новые деньги. Деньги – это и есть ценный конечный продукт финансовых пирамид. Это важное откровение. Булочки производятся пекарем в пекарне, колбаса на мясном заводе, а новые деньги производятся финансовыми пирамидами, например, банками. Осознайте это раз и навсегда, тогда вы поймете, кто чем занимается на этой планете. На самом деле мы и так знаем, кто что производит. Но единственными туманами и малопонятными были вопросы, что производят банки и откуда берутся деньги, как они создаются. Теперь пазл сложился, и у нас есть ответ. Банки – это финансовые пирамиды, а любая финансовая пирамида производит деньги. Теперь уж все понятно. Как вам интрига? Давайте еще лучше разберемся с этим вопросом до полного понимания сути. Создание денег – это свойство лежит в основе определения финансовой пирамиды. Пирамида – это организация, которая работает по принципу частичного резервирования. А вот как раз частичное резервирование – это и есть тот самый механизм создания новых денег. Давайте рассмотрим исторический пример. Когда-то на заре формирования современной мировой финансовой системы люди использовали золото в качестве денег. В это время и появились первые так называемые банкиры. Хранить золото у себя дома было опасно и неудобно для людей. Оно тяжелое для транспортировки и являлось легкой добычей для воров. Поэтому люди предпочитали хранить свое золото у банкиров, которые обеспечивали его сохранность. Взамен золото банкир выдавал человеку расписку, по которой тот мог в любой момент получить свое золото обратно. Банкира знали в городе, у него была отличная репутация и поэтому его расписки использовались как деньги при взаиморасчетах между людьми. Ведь люди доверяли банкиру и любой человек, предъявивший расписку банкиру, мог получить по ней реальное золото у него. И примерно в то же самое время банкиры заметили, что, как правило, практически все золото десятилетиями пылится на охраняемых складах. И никогда не случаются ситуации, когда все клиенты приходят за своим золотом одновременно. Этот факт и дал возможность банкирам создавать дополнительные, ничем не обеспеченные расписки. И хотя эти расписки ничем не обеспечены, тем не менее, по ним можно было получить настоящее золото. Никто не знал, что на каждый охраняемый килограмм золота банкир выдает одну долговую расписку клиенту, выложившему это золото. А помимо этого банкир может написать как минимум две новые дополнительные расписки, которые ничем не обеспечены. Это и есть система частичного резервирования в действии, когда на одну единицу товара в резерве в наличии на складе выдается больше расписок. Обратите внимание, что на две фальшивые расписки банкир мог купить что угодно для себя. Ведь эти расписки признавались другими людьми как деньги. Выписать новую расписку – это и есть действие по созданию новых денег. Банкиры в силу этой особенности своей деятельности очень обеспеченные люди, поэтому чаще они использовали эти дополнительные расписки для выдачи кредитов, да еще и под процент. Но какое отношение это имеет к вопросу создания денег из воздуха? Оказывается, самое непосредственное. Раньше, когда в качестве денег использовалось только золото, весь товарооборот общества обеспечивался определенным объемом этого золота. Теперь, когда вместо золота в качестве денег стали использовать расписки банкиров, количество денег увеличивалось, как минимум в три раза, так как на каждый килограмм золота, хранящегося на складе банкирами, создавалась одна настоящая и две фальшивых расписки. Это, в свою очередь, значит, что деньги обесценивались в три раза. Ведь реальный товарооборот не увеличился, а количество денег, расписок, в обороте увеличилось в три раза. По сути, банкиры напечатали для себя любимых две трети всего объема денег. Две из трех расписок, то есть денежных единиц, были напечатаны банкирами для себя лично. Помимо большей части всех денег, созданных в свою пользу, банкиры имели еще одну третью денег в виде самого золота, которое теперь находится у них же на хранении. Две из трех расписок, то есть денежных единиц, Продолжение следует...